Привет, это канал МакЛауд, Катя Станиславская и рубрика распаковка. Посмотрите, вы когда-нибудь видели чехол для колодки? Поэтому здесь вопрос с чашей тоже стоит у вас. Я все-таки ожидала, что она моментально нагреет чашу, очень сильно сама нагреется и будет давать огромное количество жара, но этого не происходит. Сегодня я распакую для вас новую колодку, новую для меня, но не на рынке. Это колодка от StarBaza. Так, что мне сразу здесь хочется сказать? Вообще вся эта коробка, упаковка и изображение вот этого агрегата выглядит как какая-то штука из Amvideo. Я не знаю, как вафельница или кофеварка. Ну, посмотрите сами, да? И сейчас мы ее, конечно, откроем, посмотрим, но уже по рисунку я вижу, что это какая-то достаточно сложная конструкция. Более того, здесь какой-то циферблат, но это термометр. Собственно, здесь так и указано термометр. Фишка колодки StarBaza в том, что у нее есть измеритель жара, на который можете вы ориентироваться при курении. Внутри все трясется. Я прямо слышу это. Трясется, как какой-то набор кастрюли Tefal. Вообще коробка здоровенная, да? То есть я и так и думаю, что и колодка там тоже здоровенная. Так, как спичечный коробок открывается у нас вся эта красота. Здесь все красиво, белоснежно, еще бы оно, конечно, не пачкалось. Но по ощущениям приятно. Довольно гладкий, симпатичный картон. И посмотрите, специальная, даже здесь есть пломба. Пломба от производителя, подтверждающая, что это оригинальный продукт. Так, что... Ага, надо было потянуть. Кстати, здесь магнитная, видимо, магнитная лента. И прям магнитит хорошо. Интересно, интересно. Но открывая таким образом, я уже вижу, что надо ее положить по-другому. Вот так вот, чтобы из нее не высыпалось то, что в ней находится. И вот таким вот образом, как... Ой, красиво, красиво. Мне нравится. Посмотрите, как красиво она открывается, как какая-то книга. Здесь мы находим инструкцию. Все, естественно, на английском языке. Так, я не знаю, за что тут взяться. Ага. Все это достаточно увесисто. Ну, коробку я бы с удовольствием использовала для хранения чего-нибудь. Очень практичная упаковка. Здесь какой-то простой вообще пластик, простейший. Как будто солишки. О! Посмотрите, вы когда-нибудь видели чехол для колодки? Это же... Это что-то новенькое. Причем он так мило сделан. Он прям сделан, как какая-то косметичка. Хоть прям иди куда-нибудь на вечеринку с этой сумкой. Внутри все довольно просто, но сам факт ее наличия меня уже, конечно, радует. Это очень продуманная тема. И я думаю, что поскольку производитель предусмотрел такую вещь, как упаковку для своего агрегата, все-таки эта вещь не предназначена для поточного использования в кальян. Так, теперь переходим к главному. Господи. Что-то выпало. Видимо, мне все-таки понадобится инструкция. Потому что там какие-то болтики. Но я не знаю, я не знаю, ребята. Мне это все не очень нравится, потому что я девочка, я такое не люблю что-то собирать, разбирать. Но пацанам по-любому понравится такая штука. Весь этот звон металла, все эти какие-то детальки, вот эти отпадывающие здесь гайки. Что у нас здесь? У нас здесь сделана система воздухоотведения различных отверстий, которые в разном направлении позволяют воздуху проходить сквозь колодку. И вот тот самый термометр, который, собственно, и является основной фишкой колодки Starbass. Здесь, кстати, везде имеются надписи, предупреждающие, что она горячая. Трогать ее нельзя. Для того, чтобы ее трогать, у вас для этого есть ручки. Да, это ручки. Все что-то трясется. Я думаю, что его, наверное, можно вынуть. Давайте посмотрим. О, посмотрите, посмотрите, как круто сделано. Термометр вынимается. Совершенно, и вы можете использовать ее как классический контроллер жара, не заморачиваясь за измерение температуры. Кстати, про измерение мы чуть попозже тоже поговорим. Ага, здесь крышка. Крышка встроена. То есть вы можете открывать и закрывать воздухоотводы. Она отдельно не идет. У меня, конечно, вопрос по поводу того, каким образом ее двигать, если она нагрелась. Потому что прямо здесь есть надпись «Ход». То есть, видимо, крышка все-таки нагревается. И вот эти выступы, они нагреваются, видимо, тоже, за которые можно ухватиться и повернуть ее. Но здесь очевидный вариант использовать щипцы для этого. Потому что рукой за это не взяться и никаких специальных приспособлений. Подождите-ка, смотрите, что я обнаружила. У ручки есть специальная выемка, видимо, для того, чтобы делать вот таким образом. Офигеть! Насколько продуманный дизайн. И насколько продуманные технологичные решения здесь. Просто, просто потрясающе, господа. Так, куда еще можно засунуть вот эти вот детали? А вот прямо вот сюда. Понятно, что у вас колодка в собранном состоянии выглядит таким образом. Эту крышку нужно как-то снимать. Какие-то манипуляции с ней проводить. Поэтому, как и во втором поколении коллауд лотосов, у него есть ручка. Ручка съемная. Но, в отличие от того коллауда, здесь ее можно прикрутить. Прикрутить, и она у вас никуда не денется, не потеряется. Вы можете, в принципе, ее не откручивать никогда. А вот так вот с ней и работать. Она достаточно длинная. То есть, достаточно далеко рука находится от раскаленной колодки. Это достаточно удобно. Как это работает, мы тоже посмотрим на настоящие чаши. Действительно ли можно за нее взяться, не нагревается ли сама ручка. И, собственно, вторая. Давайте посмотрим, куда мы можем прикрутить вторую. Вот эта, кстати, шайба. Я думаю, что это как раз для того, чтобы закрепить внутри термометр. Да. Вот. Все. Все на своем месте. А куда же, куда же вторую ручку на рисунке? А, вот сюда. На рисунке я видела, что две ручки. Одна в основании, другая в крышке колодки. Все. Как вы видите, здесь отверстие не сквозное. Ничего нигде не будет сифонить. Все идеально складывается. Штука эта увесистая. Мне сложно сказать по ощущениям, сколько это весит. Но достаточно тяжелая. Два таких металлических куска я сейчас держу в руках. Двигается это все легко. Выглядит внушительно. Давайте посмотрим, как будет вести себя на чашке. Опять же, берем обычную турку. Ничего не придумываем. То, что есть дома практически у каждого курильщика. Здесь есть специальная выемка под чашу. Сейчас посмотрим, насколько плотно и устойчиво у нас колодка встает. Не могу понять. На самом деле, я вижу, что ее как-то косит в бок. Здесь мне кажется, что тоже она стоит у нас неплотно. Немножко заходит на бок и будет сифонить именно на турке. Поэтому здесь вопрос с чашей тоже стоит у вас. Добавим еще крышку сюда. Но, в принципе, я не знаю, когда чашка у вас меньше колодки или они практически одного размера, мне кажется, это какой-то перебор. Это какой-то перебор. Здесь бы я порекомендовала, наверное, все-таки одну ручку оставить вакантной. Не закручивать ее, никуда не вкручивать. А, собственно, чтобы она у вас была для того, чтобы регулировать этот воздухотвод вверх. Вообще, выглядит громоздко, несуразно. И также я думаю, что в кальянных на большом потоке использовать такой агрегат будет совершенно неудобно. Абсолютно персональная история. Давайте посмотрим, что с углями. 25-е. Ну вот, началось. Вот это вот началось. Собственно, плотно встали. Не знаю, как их, если попробовать третий. Третий 25-й сюда, конечно, уже нормально не влезет. Это начинается вот такое вот нагромождение опять. И тогда огромный вопрос, что делать вот с этим вот совсем. Вот, смотрите, мы оставили два угля здесь внутри. И вот это вот выход термометра. Если вы закрываете крышку, то выход термометра, он прям касается угли, плотно-плотно. И я не знаю, зачем вообще он здесь нужен, потому что получается, что он измеряет температуру угля. Как можно о температуре, по температуре угля судить о температуре в самой чаше, и уж тем более о том, как у вас там табак, курица, не курица, перегорел, не перегорел, это для меня, конечно, остается вопросом. Если бы эта штука измеряла температуру в чаше, я думаю, что она была бы гораздо более полезной. Колодка на кальяне. И я хочу сказать, что она меня разочаровывает, потому что я все-таки ожидала, что она моментально нагреет чашу, очень сильно сама нагреется и будет давать огромное количество жара, но этого не происходит. Производитель рекомендует нагревать основание колодки вместе с углями на плите, и это и понятно. Оно здоровое, массивное, там очень толстый слой металла, поэтому угли, даже если вы положите туда, ну вот сейчас там лежат 2,25, 2,25 точно не смогут разогреть основание колодки. Ей нужен дополнительный прогрев. А с колпаком здесь у вас в принципе не будет проблем. Я думаю, что многие колпаки налезут на нее сверху при условии, если вы открутите ручки. Что касается работы с этой колодкой, вот прям непосредственно на чаше. Стоит она достаточно неустойчиво, и если, например, я хочу отрегулировать вот эти верхние воздухоотводы, давайте я попробую сделать это рукой. Рукой горячо, пальцем горячо, если только вот так вот что-то там, какие-то манипуляции аккуратно вот так вот делать. Если мне нужно открутить какую-то ручку, то в принципе это возможно. Просто нужно делать это крайне аккуратно. Конечно, в условиях запары, когда вам нужно там 20 столов обслужить, ко всем подойти, ну это такая себе тема. Не очень удобно, не очень быстро. В принципе, возможно. Хотя вот сейчас я двигаю, и все-таки крышка верхняя вот эта немного застревает и крутится вместе с основанием, прокручивается периодически, вот как это происходит. Давайте попробуем прикрутить ее обратно, посмотрим, насколько мне будет удобно. Я делаю все это очень аккуратно, потому что колодка тяжелая, 350 грамм она весит. Кстати, производитель не дает информации пока о ее официальной цене, но если посмотреть на ebay, то порядка 65 долларов стоит такая штуковина. Вот она еще постояла, сейчас я еще попробую покурить. Нет, все равно, количество дыма недостаточно, и жара в чашке недостаточно. Работает эта штука не очень. Кстати, о термометре. На нем две шкалы. Одна определяет градусы по Фаренгейту, это американская система мер, другая по Цельсию. По Цельсию, та, которая находится внизу, там градусы написаны мельче. Термометр действительно работает и измеряет температуру угля. Но давайте порассуждаем, зачем вообще это нужно. Конечно, можно выявить некоторую связь между тем, какая у вас температура угля, и как при такой температуре курится тот или иной табак. Но это можно делать только с помощью долгих каких-то наблюдений и буквально какого-то исследовательского дневника. Не знаю, насколько это поможет кальянщику в его постоянной ежедневной работе. А уж тем более домашнему курильщику. Мне кажется, им вообще без разницы, какая у них там температура в чаше. В целом по этой колодке я могу сказать, что она очень классно сделана, продумана. У нее прикольный дизайн, много всяких откручивающихся и закручивающихся элементов. И это действительно привлекает. То есть маркетинг у нее очень хороший. Но как функционально, она, конечно, слабовата. Разогревается очень медленно, в ней много металла. Она достаточно неустойчиво держится на кальяне. И вообще я все время боюсь, что она упадет. Потому что такой вес, это действительно солидно. Термометр здесь ради развлечения. На самом деле, с практической точки зрения, он тоже бесполезен. И не знаю, насколько оправдано приобретать такую колодку для себя. Но может быть, если просто вам хочется, не знаю, как-то поэкспериментировать. Но в целом вещь достаточно бесполезная, на мой взгляд. Это была распаковка МакЛауд. Катя Станиславская. Всего хорошего.